Песня «На алтаре белые цветы, как символ чистоты, еловые ветви символизируют вечную жизнь. Все это принесли православные верующие Нижнекамского храма Воскресения Христова. Свечи озарили Дом Господний и подарили теплоту каждому верующему». «Чувствую радость, самое главное, это великая радость, что вот такой день Рождества нашего Спасителя, но на душе чисто и светло». «Ощущение, конечно же, в первую очередь лёгкость, ощущение праздника, потому что Воскрес родился наш Спаситель, и невозможно не радоваться в этот день». «Для нас символизирует праздник Рождества, праздник светлого, рождение что-то нового и такого более светлого действительно в наших семьях, доброго и здорового». «Врешник уже речи Богу, скуй ты победаешь, и оправдание моя, и восприемлющий завет мой стыд твоим». Рождественской ночью храм был переполнен, чтобы первые минуты светлого праздника встретить здесь. Верующие приходили задолго до начала молебна. Для верующих Рождество Христов – один из главных православных праздников. Великое событие, с которого начинается отчёт новой духовной эры. О милосердии и взаимопонимании, необходимости беречь сердечную и душевную чистоту говорил настоятель храма. «Сегодня великий праздник Рождества Христова. Сейчас уже буквально начинается служба, люди собрались на молитву. Очень радует, что люди обращаются к Богу, что люди находят свою дорогу к Богу, потому что каждый человек призван к тому, чтобы встретить Бога». Рождественский пост заканчивается. Теперь у православных наступает особый период – святки. Считается, это время праздничных угощений, подарков и гуляний. А ещё это время, когда принято проявлять милосердие, чтобы сохранить душевную теплоту. Но Руси всегда помогали бедным, навещали больных и совершали другие богоугодные дела. Ренат Мустафин, Максим Липин. Новости НТР.